Всем привет! У нас сегодня к обсуждению симптомов вознесения обновления. Мы, кстати говоря, делали эфир по симптомам вознесения с вами практически ровно год назад. И сегодня обновим свою карту навигации по тому, что происходит сейчас. Я очень многое буду сегодня зачитывать, ребята, из работ Валентины Мироновой. Для тех, кто не знает, Валентина Миронова – это биохимик, академик, который исследует процессы перехода и соединяет, наконец-то, как это и должно быть, научный подход с подходом, так скажем, эзотерическим, духовным, когда мы воспринимаем все целостно, и то, что нам пытаются втемяшить, что наука – это наука, а духовность – это что-то эфемерное, она все это объединяет и становится очень многое понятным. У меня сегодня, мои племянницы открыли мне третий глаз, поэтому, надеюсь, эта великолепная деталь поможет мне вещать сегодня. Сначала пообщаемся с вами, в принципе, по наблюдениям, таким обывательским языком. Это, в принципе, мой подход. Общаться, знаете, без, так скажем, лишнего заумничества. Просто рассказать о том, что наблюдаю я, от людей, с которыми я работаю, от самой себя и, в принципе, от общества, с которым я взаимодействую. Очень здесь интересно то, что я взаимодействую с совершенно разными людьми. То есть есть, так скажем, прям люди, с которыми мы уже, да, там, какими-то процессами занимаемся осознанно, трансформационными, а есть люди, за которыми я просто наблюдаю, но изменения очевидны. То есть я вижу, как меняется их ход мыслей, как меняются их реакции на что-то. В общем, сейчас постараюсь, я постараюсь, по крайней мере, это как-то все донести, насколько это будет возможным, и снабдить, может быть, какими-то полезными знаниями, чтобы нам лучше в этом себя навигировать. Прежде чем я начну рассказывать про симптомы, которые я наблюдаю, я хочу очень сделать такой акцент на том, что это не... Я не доктор, я никакого отношения не имею к медицине. Если у вас, вы чувствуете необходимость обратиться к доктору, и у вас есть какие-то недомогания физиологические, или у вас действительно какие-то скрываются психологические проблемы, пожалуйста, это сделайте. Самое главное в этом во всем слушать себя и выбирать тот путь, который для вас считается наиболее правильным. Поэтому то, что я рассказываю, это наблюдение, это не призыв к действию, это не таблетка, да, там, волшебная от всего. Мы просто с вами рассуждаем, какие интересные процессы происходят в коллективном. Самое, наверное, важное, да, ну, во-первых, это происходит на всех планах. Вот как у нас есть планы физически-материальный, да, это то, что касается нашего тела, затем эмоциональный, духовный, на всех этих планах происходит сейчас трансформация, так называемая трансмутация, да, это изменения, существенные изменения. И на всех этих планах везде происходит этот, так скажем, ну, апгрейд, да, улучшение, усовершенствование. Я обязательно продублирую эфир с прошлого года, там мы с вами прям категориализовали, и там очень детально я описываю, да, какие могут быть симптомы. В этом эфире я больше хотела акцентировать, что сейчас вот максимально я наблюдаю. В первую очередь, что наблюдают очень многие, это изменение ощущения времени. Вот это, наверное, абсолютно все в моем, да, кругу взаимодействия это наблюдают, что за сутки как будто бы мы проживаем иногда событийность, вот которую мы раньше проживали за месяц. Есть такое понятие дата пунктов, его, я услышала это понятие у Алены Старовойтовой, ключи мастерства, мне нравится информация, которая на данной стана, в свою очередь, услышала это у человека, которого, по-моему, зовут Джейсон Эстис, если я не ошибаюсь. У меня иногда бывают проблемы с именами, поэтому если я ошиблась, то прошу прощения. Так вот, что такое это понятие дата пункта? Это тогда в отрезок времени можно было вместить определенное количество событийности, и сейчас в тот же самый отрезок времени совершенно другое количество событийности вмещается. Это то, о чем только что я сказала. То есть мы иногда за день проживаем событийность, которую мы раньше проживали там за неделю, за месяц. То есть и здесь такое интересное, знаете, ребят, как такая метаморфоза происходит, и даже можно сказать, такой оксимарон иногда. То есть мне кажется, что Новый год был прям вчера. Вот я вспоминаю Новый год, который прошел, мне кажется, что это было совсем недавно. Но в то же время события, которые прошли за это время, очень плотные и очень насыщенные. И мне кажется, что тот человек, которым я там была даже год назад, вообще это уже, ну, я уже, ну, как бы сама себя могу определить к другому уровню. То есть я вижу свой рост, да, и очень значительный. И вот если вы сопоставите вот какие-то такие моменты, да, какие-то ключевые, что у вас происходило за этот год, событийность безумно плотная, вот очень плотная. Вплоть до того, что, когда я начинаю думать, вот особенно сейчас мы будем подводить многие итоги года, и некоторые, так скажем, исследователи говорят о том, что у нас 28 ноября энергетически заканчивается год. И если вы просто сядете и напишите, да, что произошло, ну, многие, большинство из нас просто удивятся. Мы еще иногда, знаете, ребят, не обращаем на это внимание. Я почему говорю часто, что ведите записи, да, фиксируйте, что происходит, потому что мы вливаемся, да, в какую-то повседневную жизнь и очень надо многим не рефлексируем. Ну, то есть мы прожили какой-то, да, этап, какой-то прям пласт и особо не фиксируем, не анализируем. Когда мы работаем с журналами, с письмом, у нас есть возможность увидеть эту картину целиком и еще раз через нее, так, знаете, как, ну, пройти, да, понять, что ничего себе за этот год и то, и то, и то случилось в личной жизни, да, в индивидуальной и то, и то, и то случилось, в коллективной вот то случилось. То есть многие из вас увидят вот эту вот событийность именно насыщенную. Следующий момент – это, конечно же, за этот год у очень многих открылось большое количество теневых аспектов, старых травм, да, и вот даже есть такое наблюдение, что появляются люди из прошлого, появляются ситуации какие-то из прошлого и четкое осознание того, что мне нужно это исцелить. Это, причем, настолько интересно мне наблюдать за тем, как люди это воспринимают. То есть есть, как я уже сказала, те, кто работает над собой давно или, наоборот, недавно, но осознанно, и они понимают, да, что здесь у меня травма детская, здесь у меня проблемы там с тем, чтобы отпустить ситуацию, и это идет такая работа осознанная. А есть такой пласт людей, которые вот они интуитивно двигаются. Я вот, мне это напоминает чем-то меня, например, там, 5-10 лет назад, когда, вот, вы знаете, когда вот мы по наитию двигались и вот принимали какие-то решения, у нас не было особо инструментов, да, на что опираться. И вот много, большая часть людей именно сейчас вот так интуитивно двигаются, то есть они понимают, что нужно что-то изменить, что нужно как-то себя трансформировать, что есть какие-то болячки, которые о себе дают знать на всех уровнях, вот, особенно эмоциональные, психологические травмы. И нет вот такого ощущения, что хочется, там, убежать от этого, а у многих появляется именно осознанность интуитивная или уже такая прям взрелая, что мне нужно с этим поработать, мне нужно этот фрагмент себя принять, исцелить и двигаться дальше, вот, уже исцеленным. Это я тоже замечаю на разных уровнях. Затем, если мы с вами говорим об изменениях коллективных в эмоциональном плане, я уверена, что многие из вас также наблюдают за тем, что коллектив в целом становится более гармоничным. Даже несмотря на то, что возникает очень острой ситуации противодействия, которые вызваны намеренно, конечно же, ну, мы видим, что происходит, да, нас сталкивают лбами. Я вижу, как люди, несмотря ни на что, в большей степени, в большинстве своем объединяются. И это не энергия войны и вражды, как это было раньше, там, даже 5-10 лет назад. Это другая абсолютно энергия взаимодействия. И я, так как принимаю активное участие в общественной работе, ну, по возможности, да, мы, там, встречаемся с активными людьми, там, с подписями работаем, с выяснением каких-то юридических моментов, это удивительная энергия людей, вот, абсолютно удивительная. И, опять же, я хочу тоже на этом акцент сделать, что это не люди, которые, там, в Индиях пожили 3, там, 3 года, там, или уезжают туда на зимовку, или люди, которые, ну, в общем, понимаете, о чем я говорю, да, то, какой раньше носила Орел, вот, да, просветленность какая-то, или пробужденность, или духовность. Это люди, которые живут свою повседневную жизнь, у них есть работа, у них есть семьи, и как они все воспринимают то, что сейчас происходит, какие слова выбирают при общении, это, это удивительно наблюдать. И даже такой пример можно привести, на той неделе мы встречались, опять же, да, с группой людей, я, мне интересно очень наблюдать за мужчинами. Очень, слава Богу, я очень благодарна, в моем поле начали появляться мужчины, которые источать начали вот именно какую-то мужскую настоящую энергию спокойствия, уравновешенности, уверенности, и вот, знаете, так вот с ними находишься, когда рядом, вот, реально тебе хочется, вот, прям, вот, ты чувствуешь некое расслабление. Для меня это было просто великолепная, какая-то душевная радость, что я с папой со своим это испытала, он мне помогал тут подсоединять колонки, и был такой момент, в общем, я терапыга, а, ну, такая ситуация началась, я наблюдала за тем, как мой папа себя ведет, и для меня это было просто вот что-то такое вау, потому что у меня папа тоже достаточно эмоциональный человек, и он там мог тоже, да, там, на моих вибрациях немножко раздракониться, а тут было прям какое-то прям, знаете, что вот прям папа сказал так, спокойно, сейчас все сделаем. И у меня было такое вот, знаете, как вот я, как ребенок, как дочка, взяла, такая, ой, все, как хорошо, папка на месте, сейчас все порешаем. И я вот эту энергетику сейчас начала очень хорошо чувствовать, и это, ну, меня вот переполняют эмоции все это видеть. Еще другой пример, также у нас было взаимодействие с Андреем, с юристом, он помогал нам собирать тоже документы в прокуратуру, и это вот Андрей, мужчина, у него семья, все, он такой серьезный человек. И тут он какие-то фразы произносит, знаете, вот из разряда «все не случайно», да, что вот какие-то такие вот, ну, когда человек начинает, ну, понимать, что мы здесь все не просто так, и что то, что происходит, имеет какой-то больше замысел, большую картину. И, ну, короче, у меня ликует душа наблюдать за всем этим. И также я вижу, да, у меня много сейчас появляется новых людей, которые присоединяются к моей страничке, и какие-то такие иногда бывают, ну, островатые моменты, может быть, человек там, да, меня не знает лично, там, правил моих не знает, которые я недавно опубликовала, я могу на это указать, и это уже совершенно другие реакции. И вот эти изменения, они происходят очень быстро. То есть, если еще две недели назад был вот такой план, сейчас это вот как-то вот, знаете, прям вот я, опять же, в группах рабочих говорю и в индивидуальной работе, что, ребят, сейчас очень-очень все быстро происходит, поэтому чем вы спокойнее, чем вы более счастливы в своем проживании, вы делаете то, что вы хотите делать, вы кайфуете просто вот от жизни, не, нет, не просто там, да, вот я сейчас практикую там свои там ритуалы поделаю, а вот просто, блин, мне классно, что я глазированный сырок съел, мне классно, что сегодня снег пошел, мне классно, что вот все классно, да, когда вот прям кайфово от всего, и вот в этом вы начинаете видеть вот эти, такие волшебства, такую магию. Вот, я улетела, как обычно, в своих рассуждениях. Давайте с вами почитаем немножко, что нам пишет Валентина Миронова. Еще раз, если кто-то недавно присоединился и пока не совсем понимает, что происходит, ребята, происходит квантовый переход. Вот, квантовый переход, мы переходим в физических телах, в рай на земле, все классно, мы досматриваем с вами скучную серию этого сериала, но по-другому было никак. Я, так, давайте по порядку, в общем, у меня, ребят, в общем, я выяснила, когда у меня включился снова канал в пятницу, у меня всегда это был момент, что я не чувствовала себя старой, мудрой душой. Ответ стопроцентный, я молодая душа. Я молодая душа, но высшее я мое на достаточно высоком уровне. Я вам потом, сейчас это у меня все укладывается, еще там, ну, дособиралась информация, дособралась карта, я вам обязательно расскажу, как это все опять соединилось сейчас. В общем, у меня душа сейчас, ребенка, переходящего в подростка, поэтому я вот такая. У меня не всегда складываются мысли, мне всегда хочется куда-то нестись, бежать, что попало делать, вот. Хорошее я вот такое себе оправдание придумал. Ну, это правда, в общем, я молодая душа. Так, что нам говорит Валентина Миронова? Во-первых, да, что было, опять же, было принято решение и Землей самой, как разумным существом с душой. Все, ребят, переходим в пятое измерение, в четвертую плотность. Давайте, энергии давайте мне сюда, космос движется. Мы все апгрейдимся. Это прослеживание, те люди, которые занимаются наукой и более открыты разумом, да, со своим сознанием, они видят эти изменения. И, а те, кто привык, да, что наука – это наука, и вот я туда в духовность не лезу, конечно, им сложно какие-то моменты воспринимать, вот, но поэтому мы все здесь и собрались. Итак, каким образом происходит переход на новую физиологию? Валентина Миронова говорит о том, что физиология и истинная духовность неразделимы. Вот это ключевой момент, ребят, знаете, потому что раньше было, люди, которые активно занимались духовностью, вот какое-то было некое как будто бы разделение, да, что вот есть материальное и вот что-то физическое, от чего я буду вот так вот отгораживаться, и получается, что они только вот на своих трех верхних, да, четырех верхних центрах находились, даже больше вот сюда уже, да, ну, в общем, отлетали сильно от земли. Или те, кто сильно был материальным. Это первые три энергоцентра, когда все вниз, да, это корневой энергоцентр Сакрал и Солнечное сплетение, то есть все, что касалось там выживания, удовольствия, вот, все, либо так, либо так. Так, сейчас те люди, которые сильно были заземлены, начинают подниматься наверх, им открывается то, что на самом деле-то все круто и что, да, что мы божественное создание. Те, кто сильно отлетал, сейчас поняли, что, блин, работать-то надо с физическим телом тоже и с заземлением, и мы здесь все, да, в теле и в коже, и у нас, ну, как бы мы люди, что нужно это осознать и нужно себя сделать целостным. Поэтому физиология и истинная духовность неразделимы. Изменения в физиологии сотканы из тончайших вибраций, которые называются безусловной любовью. Это очень интересно, как Валентина описывает вообще научным языком, что такое безусловная любовь, как открывается наше сердце. Сейчас я постараюсь это донести, если я там себе вкладки составила там, где мне надо. Так, здесь, ребят, давайте я так сделаю. Когда я эфир выложу, я в сториз прям ссылку прикреплю к ее статье. Там это вот прям текстом очень подробно написано все, что я пытаюсь здесь своим куриным языком донести. Сейчас, секунду, вот где-то она прям говорила. Вот он. Так. В 2018 году ученые Австралии сделали официальное заявление об открытии нового типа ДНК с удивительными свойствами. Это открытие запутанного узла ДНК в живых клетках подтверждает, что наш непростой генетический код выстроен с более замысловатой симметрией, чем мы привыкли считать. Это непростая двойная спираль, и те формы, которые принимают исследуемые молекулярные вариации, очень активно влияют на нашу биологию. Когда большинство из нас думает о ДНК, мы представляем себе двойную спираль. Говорит Дэниел Крайст, это вот исследователь из Австралии. Это новое исследование напомнило нам о том, что существуют абсолютно иные ДНК-структуры, которые также важны для наших клеток. И здесь она приводит большие выдержки, конкретно что происходит, то, что так называемые ученые называют мусорным ДНК, как оно сейчас начинает включаться, что конкретно оно активирует. И это непосредственно связано с новой решеткой энергетической Земли. Мы с вами это также уже обсуждали, что раньше решетка была деактивирована, именно центр, вот то, на чем построена сакральная геометрия, центр вот этого нашего прекрасного цветка был деактивирован. Поэтому мы, многие, не чувствовали связь с источником, и очень многое было, вот знаете, как, в общем, ну когда отключается, да, связь всего, вот как все, было очень много разрывов. Сейчас эта новая решетка уже активирована, она находится в божественной гармонии с Творцом, с Источником, потому что космос всегда будет двигаться к гармонии, всегда. Да, он всегда будет избавляться от чего-то негармоничного, какой-то какафонии, чего-то разрушительного. И вот это сейчас мы как раз находимся, так скажем, вот в гуще вот этого события, которое возвращает божественную гармонию. Да, и эта божественная гармония у нас работает и на Земле, и в самом космосе, и мы как люди также апгрейдимся к этой божественной гармонии. Так, что еще нам говорит Валентина? По поводу того, что мутации возникают под действием внешних факторов, ультрафиолета или света, радиации, да, и в наше время сознания человека, то есть от мышления, от качества проживаемых чувств и мыслей, от осознанного включения в поток бытия, негативные эмоции и мысли отяжеляют наш организм, соответственно, мы начинаем испытывать какие-то болезненные состояния, создавая энергетическую запруду и приводят к застою. Позитивные чувства и мысли восстанавливают клетки и организм как минимум. Вот по поводу восстановления здесь, я не знаю, проведите прямо исследование. Так как я тоже человек, иногда 33 несчастья, я бывает там порежусь, упаду, в общем, все время у меня какие-то там ссадины, зеленки. То, что я заметила, ну и плюс ко всему, у меня очень близко расположена капиллярная сетка к коже, то есть мне можно вот так просто нажать пальцем, у меня появится снег. То, что происходит сейчас, для меня просто суперудивительно, вот как быстро заживляется тело. Порезы буквально, ну я не знаю, ребят, вот кто из вас заметил, поделитесь, пожалуйста. Очень быстро регенерация ткани происходит. У меня очень много каких-то болячек, которые меня беспокоили, там, ну с периодичностью, с какой-то, проходит совершенно по-другому, вот абсолютно по-другому. И реально чувствуется сейчас вот как связь с телом, то есть где-то на интуитивном даже уровне приходит осознание, что так, вот что-то у меня там заболело вот здесь, что-то надо бы мне там, знаете, там, да, избавиться от ответственности ненужной. Откуда у меня даже иногда такие мысли появляются? У меня иногда, знаете, типа хочется обернуться, кто это? То есть, и это у очень многих людей сейчас, там, у кого с ногами бывает, там, да, что-то у меня ноги болят, походу я не туда иду. И вот эти вот какие-то штуки, вот обратите на них внимание, это все тоже симптомы нашего перехода, симптомы нашей трансмутации. Затем, что касается сновидений. Мы про сновидения с вами говорили и в том эфире, но в этом я бы хотела еще раз делать на этом акцент, что очень многие начинают видеть ярчайшие сны. Вот прям яркие и запоминают их очень хорошо. И многие видят какие-то негативные сценарии. Я бы очень хотела вам посоветовать, ребята, не акцентируйтесь на этом. Это не пророческие сны. Мы сейчас сращиваем все возможные временные линии в одну оптимальную. Поэтому очень часто мы можем видеть во сне, особенно если эти сценарии негативные, те временные линии, которые мы сращиваем. То есть мы их там, грубо говоря, каким-то образом проживаем и переходим с вами. Да, здесь сейчас, когда мы уже в бодрствовании, увидели какой-то не совсем благоприятный сон, можете порадовать и сказать, что все, мы только что срастили какую-то неблагоприятную негативную временную линию. Вот на это тоже я бы хотела обратить внимание. Затем, если у вас какая-то туманность, забывчивость, кстати, у Светланы Драган тоже было, я выложу в сториз обязательно, что люди, которые никогда, ну так бы, у них не было никаких визуальных проблем, ни со зрением, ни с чем, видят просто ни с того, ни с сего, как будто бы все начинает как-то ползти, куда-то какие-то необычные цвета появляются. Вот это случается очень часто. И с учетом того, что многие об этом просто не говорят. Ну, то есть люди, которые, представьте, вот, да, там, например, там, пять лет назад мы еще не имеем информации о том, что происходит, да, что происходит переход, и у нас не на что, опять же, опереться в своих переживаниях. И, да, как у меня было переживание, например, с тем, как я видела, что такое пятое измерение, тогда у меня было ощущение, что все, я померла. Умерла, попала в рай. И сейчас то же самое у людей, которым не с кем поделиться, и у них нет в окружении людей, которые понимают, что происходит, а им тоже сложновато со всем этим. То есть они могут подгоняться очень сильно, сильно беспокоиться, там, паранойить, и все это, представьте, ну, как бы в комплексе. То есть в мире ситуация нестабильная, здесь нестабильная, здесь какие-то ограничения. Плюсом еще и ко всему, там, у меня там, да, там, со зрением они думают, или с головой у них проблемы, поэтому, почему, да, мы, нас готовят постепенно, то есть это очень бережный процесс, переход, это, ну, то есть нас не могут просто так вот взять и окунуть, да, в какую-то ледяную воду, это постепенное, постепенное привыкание к этому, да, то есть поступила какая-то энергия там, да, кто особенно за вспышками следит, также активностью солнечной поступила энергия, нам нужно ее принять, переварить. Потом еще одна поступила, принять, переварить. И здесь самый главный совет, если вы чувствуете сильно эти симптомы, вот особенно, да неважно на самом деле на каком уровне, хоть на физическом, хоть на психологическом, слушайте себя, вам вот, вы себе лучший товарищ, вы себе лучший подсказчик и лучший советник. Если вы чувствуете чрезмерную усталость, дайте себе больше отдыха. Если вы чувствуете, что вам тяжело, например, там находиться в большом скоплении людей, вам тяжело делать что-то, что вам не нравится, постарайтесь поверить, во-первых, этим ощущениям и начать двигаться в том направлении, когда вы будете максимально получать удовольствие от своего проживания. Потому что сейчас некоторые даже начинают немножко шоково выдергивать из матрицы, потому что матрица сейчас вся держится только на наших мыслях, да, по инерции. На тонких планах все это разрушено, больше этого ничего нет. Все, что мы наблюдаем сейчас, это доделывается, так скажем, умами и сознанием коллектива. Да, и нам нужно какое-то время, чтобы этот туман рассеялся, матрица эта, отпустила свою ухватку и поняла, что у нее, да, все, все, бежать в этой матрице больше, она больше не жизнеспособна. И это все вот одновременно. Поэтому я, знаете, иногда, ну, когда слышу, когда мы уже там перейдем еще, ребят, мы, у нас все идет по плану, по божественному. И мы, нам некуда торопиться абсолютно. И как раз, когда мы ждем, а вот когда вот это, а вот когда вот это, вот это вот самый яркий показатель того, что мы не живем здесь и сейчас и не наслаждаемся тем, что происходит здесь и сейчас. Когда мы ждем, что будет лучше когда-то там, это уже нам указывает на то, что мы не, ну, как бы не проживаем свой путь и ждем, что вот когда-нибудь там жизнь начнется. А сейчас очень все происходит быстро, поэтому я все чаще и чаще стараюсь с вами делиться, да, как думать, как сделать так, чтобы все уже завтра начало сбываться. Потому что то, на что, опять же, раньше уходили годы, десятилетия, поколения, на что раньше уходили, сейчас происходит за месяцы, за дни, за какие-то считанные мгновения. Так, ну, я надеюсь, получилось у меня хоть немножко освежить эту тему, потому что очень многие спрашивают, ребят, про симптомы. И еще, прежде чем я перейду к комментариям, я, ребят, если кто-то мне пишет личные сообщения, не обижайтесь, если не отвечаю, там, например, у меня там здесь то-то произошло или здесь там по телу я там себя так чувствую, потому что это совершенно будет не, ну, непрофессионально, неправильно, неграмотно, если я буду вообще вам что попало говорить, да, сочинять. Поэтому я стараюсь делиться своими наблюдениями, а дальше, не зная ситуации, я, ну, как бы, ну, никак не могу трактовать конкретно, что происходит у вас. Поэтому сейчас самый лучший помощник для нас всех – это мы сами. Так, Вик 100, Вик Тори, Валентина Миронова, очень классная, смотрите, слушайте, одно удовольствие. Я согласна с вами, абсолютно. Так, привет, привет, Оля. Так, здорово, не здорово, не всем привет, привет. Привет, сейчас, секунду. Так, только утром с мужем обсуждали. Ну, это, если вы, ребята, какое-то вот такое интересное наблюдение делаете, пишите, постарайтесь поразвернуть тебе, написать или в комментарии, опишите, потому что это так сейчас важно делиться тем, что происходит, вот именно наблюдениями интересными. Вот сейчас у нас группа сегодня, последний день огурцы подходит к концу, и вот мы там делимся в группе, и это удивительно, вот насколько просто поделиться опытом может помочь другому человеку. Поэтому, если, ребята, есть что-нибудь такое, обязательно описывайте, потому что это наверняка может кому-то помочь. Так, у меня также, так листаю дальше, Марго Бьюти Мам, да, Наташ, год назад все можно было описать на теории заговоров, а теперь они явь, что есть, то есть. Подскажите, пожалуйста, эфир в записи будет? Я эфир обычно сохраняю. Так, Black Kiss, я тоже это вижу. Ну, очень много, ребят, подтверждений, это правда, очень много подтверждений того, что очень многое меняется. Да, то, о чем мы сейчас поговорили. В V-Science, Наташ, сердечки, и вам тоже сердечки. Вандер Сатва, классная вы, вы тоже классная. Ребят, спасибо вам всем за чудесные слова. И опять же, я читаю все комментарии, все прекрасные комментарии. Я энергетически вам, с вами делюсь обратно своими эмоциями. Поэтому, если я там не ставлю, не сижу сердечки в комментариях, это не значит, что я не рада. Просто не совсем люблю, в общем, текстово. А, да, кстати, еще такое, знаете, такое лирическое отступление. Столько много искажений в текстовом взаимодействии, мне это очень не нравится. То есть, я предпочитаю, если общаться, то общаться вот так. И вот особенно это касается даже взаимодействия с какими-то токсичными, негативными людьми. То есть, в тексте все храбрецы, и в тексте все могут там, что хочешь сказать. Как только, типа, ну, может быть, мы с вами давайте как-то вот так вот сконтачимся, да, или даже голосом, сразу все убежали, потерялись. Поэтому вот классные комментарии, еще более-менее там в классных комментариях по смайликам понятно. А вот в каких-то зацепках, ну, в общем, я надеюсь, что вы меня поняли. Даже вот в групповой работе в чате я все-таки стараюсь либо аудиозаписями обмениваться, либо мы каждый день в эфирах общаемся. Так, Света, Биба, Наталья, рада вас видеть. Я вас тоже всех очень рада видеть, ребят. Так, Люба пишет. Интересно, а я на середине уже что-то знаю, когда я узнала свою душу, подумала, у меня такая мудрая душа, а я вот так жила свои жизни. Ну, всем придет свое осознание. Опять же, да, там, ну, в общем, мне очень много интересного, интересного пришло. Я, опять же, да, сейчас, как только у меня все это уляжется в какую-то, уже укладывается в какую-то инфографику, я обязательно выйду в эфир и расскажу свое последнее взаимодействие, потому что это тоже было удивительно. Так, Пульстар Лайт Пасс, отличная новость. Так, я заметила регенерацию, да, классно. Заметила регенерацию. Так, омоложение кожи, наблюдаю у себя, а еще еда уже не так, как раньше воспринимается телом. Вот, кстати, хорошо, да, спасибо за то, что напомнили. По поводу еды тут вообще, то есть, знаете, так скажем, скептики скажут, о, ну, понятно, у вас там типа все не сходится. Все сходится. Люди, которые знают свое тело, знают, что меняются привычки. И многие, кто, многие, кто вообще там все время пил молоко, ел молочные продукты, начали, типа, что-то я больше не могу молоко пить, там, не могу молочные продукты есть. Мясо, огромное количество людей, просто, типа, что-то с мясом, да, что-то не то. И наоборот, то есть, те, кто очень долго находился на растительной пище, я знаю, там, тайком подъедают там всякие хамончики и так далее, да, но с благодарностью, естественно, к животному, которое было источником этого белка и так далее. В общем, интересно и происходит, да, вот сейчас он как будто бы, знаете, как вот тоже какой-то баланс приходим, да, вот те, кому чего-то одного не хватало, начинают это добирать, те, кому другого чего-то не хватает, тоже начинают добирать. Так, дальше. Да, сны очень яркие, не видела таких снов несколько лет. Олеся, Олеся, G369, но люди же не все переходят, кто-то старым в пространстве останется. Ребят, в моей реальности перейдут абсолютно все. Если у вас какая-то другая реальность, ради бога, я хочу, я знаю, что перейдут все, и возможность этой будет абсолютно у всех. Есть сейчас возможность с новыми энергиями, даже у самых отъявленных злодеев, пройти свой путь и вознестись. Я желаю, чтобы перешли абсолютно все, потому что туда, куда мы переходим, там пропуск по вибрациям, и я желаю абсолютно всем, чтобы эти вибрации были достигнуты. Я не хочу никого делить, кто там, ты там дорос, не дорос. Для меня я желаю всем дорости. Так, Наталия Сова, про сны очень ценно сейчас для меня. Я рада, что для вас ценно. Айдин 99927, мне часто снятся полиция в метро раньше, в страхе был сейчас спокойно и с открытым сердцем. Одни не замечали или исчезали при взаимодействии со мной, или дружные появляются. Прекрасно, очень хорошо. Татьяна Пестич, а когда тянет левую сторону шеи? Так, давайте, я вот это не трактую, хорошо? Так, Айдин 99927, чувствую, что на тонком плане я с ними подружился. Это, кстати, знаете, ребят, кто успел посмотреть последнее интервью со Светланой Драганом, она там рассказывала как раз про свое сновидение, и она рассказывала там следующую вещь, что как будто бы она попала на какое-то заседание, как будто бы там сидели за круглым столом какие-то вот все очень серьезные, какие-то вот все, знаете, типа какие-то суперстатусные, и она, знаете, как рассказывала, что как будто бы участники эти, вот такие были у них лица неприятные, знаете, вот когда, ну, нет, как будто бы какие-то без, ну, не то чтобы, ну, наверное, бездушные, да, не теплые. И вот она говорит, я во сне как будто бы начала стараться увидеть в этих людях красивое что-то, что-то прекрасное, и что во сне прям у нее как бы так, скажем, в режиме онлайн начало менять, начали меняться лица этих людей. Я прекрасно понимаю, о чем она говорит. То есть у меня вчера тоже такой был интересный день, мне надо было что-то там походить по своим делам, сходить на почту, и вот сразу, знаете, да, что я вот тебе, так, у меня сейчас будет все супер, нигде у меня никто не будет просить никакие маски, в очередях стоять не будем, и все будет классно, и все так реально и произошло. То есть там были какие-то небольшие заминки, но в целом, когда я смотрела на людей, мне никогда не было просто радостно от того, что люди улыбаются, что люди открыты, что они там не ходят, не надевают на себя эти маски. И когда мы вот с таким настроем пытаемся увидеть в других людях и доброту, и красоту, и пытаемся понять их действия, даже если для нас эти действия кажутся неверными, тогда очень многое меняется. Поэтому, да, почему мы, почему я часто обращаю внимание на то, что очень многие из нас осуждают, очень многие из нас там сравнивают, там этот хороший, этот плохой. Старайтесь, старайтесь прямо себя ловить на этом, потому что из нас никто не знает, кто какой прошел путь, и у кого что болит по-настоящему. Вот, не знаю, в общем, как обычно я в своих рассуждениях улетела. Так, Марго Бьюти Мам. И такое ощущение, что всем негативом нас специально отвлекают от этого волшебства. Надеюсь, скоро будет много людей, говорящих об этих волшебствах. Для меня этих людей огромное количество прямо сейчас. Меня никто не отвлекает. Честно. Вот идет, просто продолжается развал системы. У меня нет никакой паники, у меня нет страха. Да, будет еще ухудшаться ситуация в целом для людей, которые пока не понимают, что происходит. Для них это будет тяжело. Для меня, честно, мне, ну, вот хоть я в какой-нибудь горячей точке окажусь, там, я не знаю, вот у меня все равно абсолютно будет четкое понимание, что все круто. Вот, поэтому я, у меня, ну, короче, у меня немножко другое восприятие этого. Пульсар Лайт Пасс. Дорогие, кто читает этот комментарий, прошу дочитать. Если у вас есть такие симптомы вознесения, то старайтесь их принять. И поменьше говорите об этом в свободном доступе в социальных сетях, чтобы обезопасить, не понимаю, про что это, от ненужных староматричных вмешательств. Не понимаю, о чем здесь конкретно речь. Так, дальше. Олеся, Г-3-6-9. Многие дают такую информацию, что окончательный переход произойдет 21-го. Кто дает даты, тот неправ. Ребята, кто дает даты, это вообще, ну, абсолютно, вот, ну, квантовая, квантовая, квантовая так не работает. Ну, просто не работает и все. Ну, это глупость какая-то, честно. Нет, я не в рейке. Так, Над Винокурова. Буквально вчера снилось, что я умею телепортироваться, и такая, ух, вау, вот это да. Значит, будете телепортироваться, это неспроста. Панкина Анна Сочи. Подскажите, пожалуйста, сегодня так стрельнуло, не подсказываю, ребят, ничего по поводу, с чего там у вас стрельнуло, это я не делаю. Так, Солар Дарья, 3-6-9. Наташа, это точно, честно. Иногда не успеваю за моментальной перестройкой реальности. Бывает, тело все колбасит, чувствую внутреннее предвкушение чего-то невероятного и чудесного. Так, Ангелина Данилова. Привет, Ангелинка, обнимаю тебя, рада была видеть, я тоже тебя рада видеть. Так, Солар Дарья, успеваю только говорить, принимаю все изменения. Даш, ну это, мы с тобой, я немножко прошлепала, тут у меня сильно много тоже событий. Мы с тобой обязательно созвонимся, и все ты правильно делаешь, принимаю все изменения. Солар Дарья, это отличное вообще словесное, ну потому что у нас, ну да, логос, он очень многое, слова, это очень многое имеет в себе силы. Поэтому, когда мы даже можем себе проговаривать, я принимаю, да, я с благодарностью принимаю, мы очень так сильно себе помогаем. Так, Анюта Тута. Сны, да, я сначала не понимала, что происходит, а за этот год увидела больше, чем за всю жизнь. Так, Наташа, чудесно выглядишь и золото во лбу. Это все, это все мои эти дети и сестра. Татьяна Пестич, а если нет ощутимых изменений в жизни, значит я не прохожу трансформацию. Не знаю, вам лучше знать, чувствуете вы себя как? Самое главное, как вы себя чувствуете, счастлива или несчастна? Так, да с вас, да вар. Наталья Солнышко, а что если я начинаю быть активной и при этом начинается как бы саботаж в момент срочной посторонней задачи, что же делать? Не знаю, ребят, это личная работа, я на такое вряд ли смогу ответить в комментариях. Как бы для этого мы работаем прямо вот так вот так, чтобы я могла четко понимать, что конкретно происходит. Так, Вик, Ларри, еда, да, вообще другие вкусы. Кэти, Полтавка, я заметила по своему телу изменения и пищевые привычки меняются. Wonderful Life, последнее время кушать вообще не хочется, мало кушаем, мясо вообще не готовим, какие-то салаты, каши, травяные, чаи. И Ангелина стала экспериментировать со специями, тело благодарно. Специи вообще, ребят, потому что у специй очень много эфира, вот этого, вот эфирные масла и вот специи, все, что издает вот этот вот. Плюс представьте себе, насколько это, вот этой специи, ей же надо было, понимаете, вырасти, в себя вот это все впитать, потом это отдавать, все. Ну, короче, там такая алхимия, поэтому это все очень интересно. Индиго Люба, сегодня был осознанный сон, видела войну инопланетян в небе и тут поняла, что сплю, четко осознала, что планету загрязняют специально. Так, Алена Альф, я пять лет не ела мясо, а сейчас хочу иногда. Ну, самое главное, себя не винить и, в общем, с благодарностью все делать и по уму. Так, Анахатушка, это общепланетарный переход, не делитесь на избранных и челядь. Каждый делает выбор сам за себя, я вот за что. Для меня, в моей реальности, перейдут все. Так, Анна Лина Си-17, благодарю за вдохновляющую информацию от сердца к сердцу. Так, даст вас давар, известно, что будет конкретным показателем, что перешли, осознание того, что перешли. Будет понятно нам, будет понятно, все, перешли. Ребят, мы движемся в осознанности. Ну, опять же, какие-то вы такие вещи спрашиваете, вам вообще это зачем знать? Вот просто, ну реально, что это изменит? Так, Анюта Тута, знаете, я не удивлюсь, если мы уже перешли и просто, вот честно у меня впечатление, что мы уже перешли и давно. Что мы сейчас вот просто, ну, готовимся к этому. Готовимся вот к, ну, у меня вот ощущение, что мы уже давно в пятом измерении. Просто надо доделать дела, так скажем. Так, с едой вообще что-то происходит, не знаю, что есть. Понятно. Даст вас давар. Левая сторона тела – это прошлое, правая сторона – это будущее. Понятно. Марина Бирюлина. А у меня в жизни случился застой, ощущение, что это для накопления энергии, но в жизни начались будто проверки на самообладание. Я их порой не вывожу и снова опустошаюсь. Надо искать, где пробои, на куда сливаете энергию свою. Wonderful Life. Раньше ходила на митинги из-за права людей, но сейчас на митинги не хочется, а хочется, чтобы все с собой поработали и жили вправду с собой, и в митинге – это не то. Каждый выбирает сам для себя. Знаете, я за что? Надо сказать, я конкретно не хочу туда идти, потому что со мной не резонирует. Мне не классно там. А кто-то скажет, мне классно там, я чувствую единение с людьми, мне прикольно на митингах, потому что там все наши, и у меня там хорошее настроение. Поэтому, вот знаете, просто есть еще такой момент тоже у нескольких, да, у нескольких наставников, что прям какое-то такое насаждение иногда идет, что вот я вот категорически против любой борьбы, и если вы боретесь, то вы там 3D. Я не согласна с этим, я абсолютно с этим не согласна. Мы, если кому-то, если для кого-то это дело чести, если для кого-то это дело его души, отстаивать свои права и свободы и делать это для остальных, почему это 3D? Если человек, например, делает это от чистого сердца, и, ну, как бы, это его миссия. Так, смариго 8. Осознанное дописывание сюжета с нас в наилучшем варианте. Хороший инструмент, согласна. Камамадика 1409. Я сегодня проснулась от того, что кто-то ударил меня по голове, и я проснулась от искр в глазах, прям как в мультике «Голубые искры из глаз». Светлана Пушкина очень откликается хорошо. 3942. Алексей, благодарю вас, у вас очень светлая вибрация. Я очень рада, ребята, это слышать. Спасибо большое. Татьяна Пестич. Наталья, подскажите, как понять себя, чем заниматься, куда идти? Это я делаю на личных сессиях. Волшебный пендель. Так, Олеся G369. Благодарю вас за ответы на мои вопросы. Просто многие контактеры почему-то запугивают. Услышите страх, кто-то запугивает, значит, это искаженная информация. Значит, эта искаженная информация нацелена на то, чтобы запугать и поселить вас страх. Так, Гетз, Наталья. Наташа, что думаешь о том, что сейчас все предлагают услугу «Выход из матрицы»? Самый, каждый человек может из нее выйти. Не можете выйти самостоятельно? Пожалуйста, прибегайте к услугам. Не как мне отношусь. Помогает? Супер. Не помогает? Ради бога. Как я к этому отношусь? Кому надо, тот идет. Не надо, не идете. Все. Какой вопрос здесь? Так, Ксюша Микеладзе. Мне сегодня сон наяву приснился, что очищало пространство, а когда очистилось, я посветлела и воспарила над землей. И вспомнила много снов, где летаю. И тут вы об этом. Благодарю. На здоровье. Хороший сон. У меня часто тоже сны снятся, где я летаю, и ощущения эти ни с чем не спутаешь. Так, Вандер Сатва. Расскажите про ту ночь, когда записали те эфиры, если можете, хотите, конечно. Я только что сказала, что уложу это все в понятный рассказ, и обязательно об этом расскажу. Soul Studio 369. Наташа, ты прекрасна, любим тебя, благодарим, и с радостью принимаем твою энергию. Дару вам. Дару. Отсюда, 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 со всех каналов. Давай, папка. Направили. Мамка. Еще раз направили. Все, все сразу поздоровели. Так. Анна, Анна, Алина, 77. Моя младшая дочь, 18 лет, очень много спит, и ей снятся яркие сны. Вчера ей показывали детей до 10 лет, как они умирают. Она у меня с детства очень любит и понимает людей. Сейчас больше живет во сне. Не знаю, что на это можно сказать. Короче, вот так, видите, как, ребят, сложно. То есть, когда какой-то вот приходит, типа, ну, чей-то сон, чей-то там симптом, я не могу так по тексту ни черта понять. То есть, мне надо, ну, то есть, вот так вот сложно что-то вообще, в принципе, понять. Так. Специи у меня последний год тоже зашли отлично. Использую много, последнее время хочется. Евгения, 778. Вы же знаете, с кем контактируют эти контактеры. Вот, Евгения, не надо там эти контактеры. Я тоже контактирую и знаю, какой у меня канал, поэтому даже дочитывать не буду. Вот это вообще желание все поделить на черное и белое, прекратите вот это вот, что, ну, это категоричность, это не, это то, от чего сейчас нужно уходить. Нам нужно быть пластичными и действовать из сердца. Действовать из сердца и понимать, и понимать свое сердце в первую очередь. Есть контактеры, у которых вообще, ты их слушаешь, я уже вижу, часть 30% истинная, здесь искаженная, поэтому давайте не будем иногда говорить того, чего не знаем или не понимаем. Wonderful Life, благодарю за то, что делитесь и за свет и тепло. Наташенька, благодарю, родная душа. Так, всем, я очень рада, ребят, классно, что я могу быть полезной. Так, Гетз, Наталья, еще заметила, что от алкоголя уже год как отрезала, ни в коем виде, ну, тоже я это замечаю. Не сказать, чтобы меня там прям отрезало, но то, что не сравнится с тем, как это было раньше, конечно, тоже. Вот этот вот комментарий по поводу там, кто там перейдет, перейдут все, душа важна, а не какую процедуру с собой человек сделал. Поэтому, ой-ой-ой, иногда мне хочется, знаете, прям, вроде люди, мы говорим про душу, про то, что надо быть добрым, и возникает какой-то комментарий такой тупой. Ну, реально, ну, ребят, как еще можно назвать этот комментарий? Каким образом какая-то медицинская процедура вообще характеризует душу человека? Каким образом там, там, не знаю, ест человек мясо или не ест, курит он или не курит, характеризует, плохой он человек или хороший? Вообще никогда мне это было непонятно. Так, Глядсве, здравствуйте, я у вас первый раз, и я в шоке, не могу никак перестать улыбаться. Классно, классно, это, это, это то, что задумано у вас, значит, я справляюсь со своей задачей, добро пожаловать. Так, Анна Уткина Пи, но Светлана дает даты, Наташ, думаешь, не слушать? Так, прям Анна Уткина, напишите, какие даты дает Светлана. Вы чем-то ее не те, наверное, слушаете. Светлана дает описание энергий, и как раз Светлана и говорит, что даты никто и вам никогда не будет называть. Она описывает возможные энергии, что происходит конкретно из-за положения космоса в целом. Я ни разу не слышала, чтобы Светлана сказала, ребят, ну все, переход-то квантовый 21 декабря. Ну, открыли книгу, видим фигу, называется. Так, Марина КСПБ. Я стала чувствовать тепло в конечностях и в теле мгновенно после еды. Wonderful life. А у меня все стали денег просить. Окей. Так, Светлана даты перехода не давала, абсолютно согласна. Светлана дает описание энергий. Вот в эти вот, потому что планеты такие будут, такие энергии, в это будут такие энергии. Никак ни одной даты я там у нее не слышала. Так. Так, дальше. Страшно бывает работать со своим страхом. Вот прям, ребят, у меня с этим разговор короткий. Пока вы сидите боитесь, вы просираете свою жизнь. Я вот других слов тут даже говорить не буду, потому что давным-давно уже бояться совершенно нечего. То, что сейчас происходит, это театр кукольный. Никто ничего, вот прям плохого со многими из нас не делает. Мы сами себе придумываем эти страхи, сами сидим в них боимся и просираем свою жизнь. Хотите дальше это делать? Ради Бога, сколько вашей душе угодно. Надо с этим уметь работать. И опять же, везде говорится, и Валентина Миронова в том числе, ген страха деактивирован. Вы делаете это сами с собой, уже вообще не имеет это никакого смысла абсолютно. Так. Даты выхода и перехода она не дает, Светлана. Она не говорит, что... Ребят, вам нужно научиться внимательно воспринимать информацию. Она говорит, что 100% меняется энергия вообще нашего жития, мироздания, меняется энергия. Что да, мы находимся в каком-то очень удивительном трансформационном этапе. Чтобы она сказала, что вот там вот в 26-м году или в 28-м мы будем в 5-м измерении, такого у нее нет ни в одном интервью. И описание идет в рамках... Она даже сама это часто проговаривает, что настолько стремительно меняются энергии, что даже описывать эти энергии нет никакого смысла. Потому что совершенно по-другому сейчас все происходит и, ну, как бы проигрывается совершенно по-другому. Так, ночные эфиры мы увидим. Вы к чему? Так, Марина Бирюлина. Наталья, а кто вы по гороскопу? Вон, Водолей. Ой, кто-то там присоединился. Водолей, а кто-то присоединился. Так, спасибо за ответы в вашу энергию. Пожалуйста, Люба. Вчера возникло желание почистить атмосферу Земли от токсинов. Открывала канал, заметила появление многих новых видов энергии для себя. Получилась мощная медитация самого источника. Не знаю, ребят, мне, короче, ну, не знаю, не могу разделить. Видите, у меня немножко сейчас вообще по-другому все это происходит, поэтому у каждого сейчас свой путь, вот о чем я. О том, что настолько удивительно, вот сейчас у каждого абсолютно свое общение с Богом. Вот абсолютно, вот, ну, невозможно так, что вот мы такие сели, о, точно, у меня вот так же. Вот настолько уникальное сейчас вот это идет общение с Творцом, что и опыт у всех, так скажем, ну, ощущения любви одни и те же, понимание того, что происходит одно и то же, а способы совершенно разные. Так, у нас остается две минуты, поэтому закругляемся. Так, Светлану тут тоже любят, Наташа всех отругала. Я больше, ребят, сдерживаться не буду, потому что меня, вот, я, меня что-то бесит, я буду беситься. Имею право. Вижу тупость, я скажу, это тупость. И тоже я имею на этом абсолютное право. Так, дальше, Люба. Сейчас работаю над большим раскрытием аджина чакры. Люб, сильно много для меня вот этих вот санскритских, вот этих всех этих. Я не чую за этим души. Можешь написать вот как тебя, вот, как человека, что с тобой происходит? Не с санскритским вот этим языком, а вот как человека, что с тобой происходит? Потому что я, ну, я как бы читаю просто какой-то, как, может быть, заголовок какой-то книги. Ну, не знаю, я надеюсь, ты не обидишься, но сейчас, сейчас есть такой вообще момент, ребят, что не всегда могу я, короче, хочется мне человеческое объяснение понять, что конкретно происходит. Так, все, мы закругляемся. Так, опять же, симптомы я не трактую. Ну, все, ребят, всех люблю, обожаю, извините, что не успел дочитать комментарии, значит, увидимся в ближайшее время. Все, так, значит, всем счастливо жить. Это главный мой посыл. Всем веселья, радости, поменьше нытья. Читаем все внимательно, слушаем информацию внимательно, учимся жить сердцем. По любви, по добру и весело. Пока. Пока.